Недавно я снимал видео о том, что сигналов по срочному рынку не будет, то есть сервиса по сигналу на срочном рынке, потому что я не представляю. Прямо сейчас вы видите ссылочку на это видео, вон там можете пересмотреть. Почему я не представляю сигналы на срочном рынке, торговлю по сигналам на срочном рынке. И там был задан вопрос. Следующий Мир ОК пишет. Не помню, где слышал, что есть такая услуга, типа прицепиться к портфелю брокера, и это вроде автоматом копирует все операции брокера, которому доверился. В пропорциональном эквиваленте, конечно же. Не очень понимаю, как это реализовано, но, наверное, это удобно тем, у кого нет времени мониторить рынок и перетряхивать свой портфель. Но тут опять же нужен контроль за рейтингом доходности брокеров. Короче, сложно все это. Вот такой вопрос. Что такое, в общем, копирование этих операций? Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Действительно, есть такие сервисы, их достаточно много, которые копируют операции в автоматическом режиме какого-то успешного трейдера. И таких сервисов достаточно много. Сейчас я попытаюсь рассказать о том, какие плюсы и какие минусы у этих сервисов есть. Но, конечно же, это, в принципе, неплохой выход для тех, я согласен, кто не хочет заниматься и кто хочет получать повышенную прибыль. Но там есть тоже свои подводные камни. Итак, смотрите, вот такие сервисы, где автоматом копируют, называется автоследование, как правило, либо зеркалки, либо, ну, по-английски mirror, то есть зеркало, то есть подцепляется действительно к счету, к счету какого-то управляющего, и автоматически у вас копируются сделки. И пропорционально, конечно же, именно вашему брокерскому, вашему депозиту. В чем здесь проблемы, нюансы и так далее? Ну, смотрите, во-первых, во-первых, эти сервисы существуют, они не такие уж и плохие. И смотрите, на самом деле, вот у меня есть портфель 100 тысяч рублей, и мне кажется, он как раз лучше всего подходит именно для такого сервиса. То есть люди, многие говорят, вот я хочу следовать за этим портфелем, и если бы я подключил этот портфель к такому сервису, если бы он был, то, в принципе, очень хорошая идея. Но я спросил у брокера открытие, они говорят, да, это планируется. Смотрите, есть такой специальный раздел у брокера, что значит автоследование, выбирайте себе стратегию и так далее. Выбираются, значит, там есть ряд авторов, ряд авторов стратегии, которые предоставляют свои результаты. Вы смотрите на результаты этих авторов, какую доходность они дают, насколько она волатильна и так далее, степень риска. Брокер тоже вычисляет степень риска, там есть какие-то метрики соответствующие, то есть максимальное отклонение, максимальная просадка и так далее, и так далее. То есть брокер там помогает, и вы видите графики доходности этих стратегий. И вы выбираете ту стратегию, которая вам нравится. Вы действительно подсоединяете свой брокерский счет к данному управляющему, потому что вам нравится его доходность, и вы ему доверяете. Вот доверие – это именно вот то слово, которое подходит. То есть вы доверяете этому управляющему, доверяете его стратегии. Есть специальный сервис, называется Камон. Некоторые брокеры это предоставляют. И в чем здесь засада? Смотрите, сервис Камон берет за это деньги. Если брокер это сделает, то значит сервиса Камон не будет, но брокер будет брать деньги. Брокер будет брать деньги за это в любом случае. За предоставление этого сервиса – это отдельная история. И управляющему тоже надо платить. Потому что управляющий тоже хочет зарабатывать деньги, и никто просто так сигналы вам давать не будет. Никто просто так вашим счетом управлять не будет. Если сервис Камон подключается, то там минимальные платежи – 0%, 0,5%. Брокер берет немножечко больше, но основную часть комиссии ваших забирает управляющий. И смотрите, есть два варианта. Скажем, вы платите, наиболее распространенный, вы платите какую-то фиксированную, не сумму, а фиксированный процент от своего депозита, который в управлении находится. И, ну, эта сумма, вот почему меня остановила, так сказать, работа в финале, эта сумма примерно 4-6% годовых от суммы вашего депозита. Как правило, 6. Второй вариант – вы платите повышенную комиссию за сделки. Но в любом случае вы платите. Смотрите, какая история получается. Если вы подключаетесь к этому сервису, то управляющий дает, скажем, ну, какую-то доходность. Но эта доходность на его счете, не на вашем. На вашем счете доходность будет на 6% ниже. И если вы хотите получить доходность, скажем, выше, там, 15%, да, 15% годовых, вы должны найти такого управляющего, который даст вам, который дает выше 21%, потому что он-то получит свои 21%, но вы при этом получите 15%. Поняли, в чем суть? Вот, поэтому управляющий будет вынужден давать вот такую, ну, стратегию делать, которая даст повышенную доходность. Повышенная доходность, возможно, ну, наверное, на скальпинге и, наверное, на срочном рынке. Но вот у Финама, я пытался даже присоединиться уже, они говорят, нет, срочный рынок там не идет, там только, насколько я помню, фондовый. Опционы там точно не идут. Вот, поэтому я сказал, ну, тогда не буду. Вот, и так-то 6% да еще на фондовом рынке, но как-то, извините, как минимум странно. Если управляющий, скажем, получает комиссию от сделок, да, повышенную, выплатите комиссию от сделок, то тогда управляющий будет совершать частые сделки. Ну, в принципе, это разумно и понятно, потому что, если он хочет добиться высокой доходности, он совершает частые сделки, он совершает, ну, на скальпинге, там можно заработать очень много, но риски, опять же, повышенные на скальпинге. И там, и там что-то хорошо, что-то плохо, и там, и там вы платите повышенным риском. И вы уже поняли, что самая большая проблема в этих сервисах – это большие комиссии. Значит, надо выбирать сервисы, где низкие комиссии, во-первых, а во-вторых, не гнаться за доходностью. Ключевое в этом вопросе – это доверие. Доверие по-английски – trust, доверять – trust. И существует, ну, как бы, когда вы полностью доверяете управляющему, это называется слепой trust. А что такое слепой trust? Это когда вы просто вот деньги отдаете в управление, понимаете? И поэтому, в принципе, покупка ETF – это фактически trust, слепой. То есть вы берете, покупаете пай в ETF, долю в ETF, и это, как правило, стоит очень недорого. У каждого ETF есть управляющий, у каждого управляющего, у каждого ETF есть декларация о том, какой стратегии он придерживается. Строго придерживается этой декларации у всех управляющих ETF. Есть лицензии, естественно, подбираются самые лучшие специалисты, и здесь уже, ну, все более-менее разумно. Ну, например, вот когда я в прошлом видео рассказывал про портфель сына, я сказал, что у него там, ну, достаточно большая часть, консервативная часть, вложена в фонд FXRV. Его стоимость там рубль 30 за один пай, то есть можно вложить абсолютно любую сумму. У него там 6600 паев, то есть где-то вот в районе 8000 рублей, вы можете легко посчитать это. И получается, что вот такое вложение это фактически слепой траст. Чем отличается FXRV? Тем, что FXRV это, ну, международная компания, зарегистрирована в Ирландии, и она управляет очень большими суммами. А так как она управляет очень большими суммами, то, ну, во-первых, в этот фонд входит там, ну, они покупают там где-то в районе 500 акций со всего мира, крупнейших компаний вкладывают. А во-вторых, так как у них огромные деньги, они могут себе позволить низкие комиссии. И там комиссия, там, по-моему, то ли полтора, то ли 2% где-то в таком районе, вы можете посмотреть. Поэтому я посоветовал сыну FXRV фонд. Вот, и сейчас все брокеры предоставляют подобные же услуги. Это так называемые паевые инвестиционные фонды, полный аналог ETF. В России это PIFы, и вот практически каждый брокер, насколько я понимаю, это дело предоставляет. Практически у каждого брокера есть рядом своя управляющая компания. И сын, когда посмотрел, говорит, о, пап, вот здесь есть, значит, это самое открытие инвестиций, здесь есть управляющая компания. И вот вариант вложения в управляющую компанию, вариант покупки PIF в управляющую компанию, это фактически, во-первых, слепой траст. Во-вторых, я вам очень рекомендую, потому что это действительно, ну, хороший выход. Недавно я брал интервью с директором по управлению капиталами, по управлению инвестициями управляющей компании «Открытие» Виталия Мисаевым. Вы можете посмотреть, ну, ссылочка будет вон там, это интервью, оно там, по-моему, минут 40. Вот, очень интересный человек, он управляет активами в 300 миллиардов рублей комиссии. Да, там до 3%, но вот сейчас вы видите график, например, PIF акции, которые я рекомендую, ну, многим, по крайней мере, это акции российских компаний, если вы не хотите вкладываться, ну, вот там, так сказать, степень риска написано, что есть, конечно же, потому что это все-таки акции, все-таки акции российских компаний, не уверен, что акции российских компаний будут в следующем году расти, и вообще акции будут расти. Там есть фонд облигаций, и, в частности, когда я говорю, что портфель 100 тысяч рублей, он должен быть сбалансирован, и 40% должно быть в консервативных активах, то рублевая часть, или, там сказать, ну, глобальная часть, в более-менее консервативных активах у сына будет FXRV, и вторую часть я ему рекомендую вложить в долларовые активы, которые будут давать ему как раз вот эту доходность. Ну, долларовые активы консервативные, это евробонды, минимальная стоимость одного евробонда обычно, ну, тысяча долларов, вообще говорят, там, 100 тысяч долларов и тысяча долларов, вот так вот, такие суммы, с его 50 тысячами рублями на счете это недоступно. Поэтому, поэтому есть очень хороший вариант, пиф акций в управляющей компании открытия, пиф облигаций в управляющей компании открытия, и я ему посоветовал именно вот купить пай в этом фонде облигаций глобального рынка. И, ну, мы пока еще этого не сделали, сумма, минимальное вложение, там, насколько я помню, от одного доллара, так что, в общем сказать, все вполне доступно для кого угодно, и, что самое важное, фондом по облигациям управляют профессионалы. И вот сейчас, например, идет процесс повышения ставок, что ведет к укреплению валют, что ведет к удешевлению облигаций, то есть сейчас самое время покупать облигации, причем облигации долгосрочные, с облигациями там черт ногу сломит, поэтому лучше это дело доверить профессионалам. вы увидите, что вот за прошлый год облигации просели, и поэтому сейчас очень-очень я всем буду рекомендовать, вот уже начинаю покупать облигации, потому что следующий год, ну, не ожидается такого бурного роста, потому что замедляется печатный станок, так называемый тейперинг идет, значит, там, по-моему, Пауэлл сказал, что, скорее всего, тейперинг будет, ну, ускоренный, то есть будут сворачивать программу QE быстрыми темпами для того, чтобы побороть инфляцию, которые уже повсюду мы видим не только у нас, но во всех странах идет повышение цен буквально на все, поэтому облигации это самое топ. Ну, а я считаю, что все-таки это очень хорошая история, на самом деле, слепой траст, очень хорошая история покупка ETF, очень хорошая история покупка Паёв в управляющей компании, если вы не хотите сами заморачиваться, если вы сами не хотите заниматься скальпингом, это вполне надежно, потому что это отдать деньги в управление профессионалам, которые имеют лицензию, за которыми следит Центробанк и так далее и тому подобное. Еще раз предлагаю посмотреть интервью, ссылку на него вы увидите прямо сейчас, а я хочу с вами попрощаться. Оставайтесь на моем канале, подписка, колокольчик, лайк и до встречи. С вами был Демитков Юрий.